Чувашия и Узбекистан развивают двусторонние связи вслед за контактами на высшем уровне. Сегодня республику с рабочим визитом посетил генеральный консул страны в городе Казань Фаридин Насриев. О достигнутых результатах и перспективах сотрудничества в сюжете Дмитрия Ковалева. Пожимая руки, они говорят друг другу солом. Сейчас в республике проживают свыше полутора тысяч уроженцев Узбекистана. Дни культуры этой страны стали традиционными. Национальные наряды, украшения, расписная посуда на этой выставке в Доме Дружбы Народов – всесамобытная культура Узбекистана. Восток – дело тонкое. Здесь и традиционная кухня Узбекистана. Визитная карточка страны среди национальных блюд – плов с бараньим мясом. И называют его так не случайно. А по-узбекски звучит полов-ош, который состоит из семи букв. П – пьез, это лук. А – айоз, морковь. Л – лахом, мясо. О – олео, масло. Ведь – соль. Это отдельно поджарка идет. Через некоторое время запускаем туда мы рис. Так называемый об, вода, ш, шалы, половка, рис. Из семи компонентов состоит. Узбеков, проживающих в республике, объединяет и Национальный культурный центр. Его создали 12 лет назад. Мы в Узбеке тоже живем хорошо. Тут межнациональные, межконфессиональные, никакие проблемы нет. Молодежь у нас учится в вузах Чувашской республики. И когда сюда новые приезжают наши земляки, мы их обучаем, чтобы вести себя как гост, уважать местные обычаи, традиции местного народа. Между республиками продолжают развиваться и торговые связи. Только за прошлый год товарооборот достиг отметки 7 миллионов долларов. Но потенциал куда выше, отметил глава региона. Те меры, которые принимаются руководством вашей страны, руководством нашей страны, дают все предпосылки, чтобы мы с учетом всех этих предпосылок, благоприятных предпосылок, работали, соответственно, не добивались результата. Мы создали электротехнический кластер, для сведения хочу сказать. В этот электротехнический кластер входят организации, которые занимаются производством товаров для федеральной энергетической системы, касаясь автоматики, микропроцессорных изделий. И этот электротехнический кластер очень хорошо оценивается и Министерством энергетики, и Министерством промышленности и торговли РФ. Один единственный завод в России и в Европе, один из крупных заводов, это по производству солнечных модулей. Это у нас на Утибоксарске. Они мощности сейчас увеличивали. В Узбекистане развито сельское хозяйство. Средства для защиты растений партнерам готовы предложить на одном из предприятий республики. Прорабатываются и вопросы реализации совместного производства. Можно наладить контакты в сфере плодовочной продукции, прямые контакты и связи между вашими ведущими компаниями. Также можно наладить сферу по производству определенных видов товаров или здесь, в Чувашии, или у нас в Узбекистане. Большим спросом в Узбекистане пользуется сельхозтехника. Это потенциальный рынок для завода «Промтрактор». И прямые контакты бизнесменов могут ускорить процесс реализации продукции. Михаил Игнатьев отметил, что республика готова презентовать свой торгово-экономический потенциал. Мы готовы к соглашению по направлению межоригинального сотрудничества заключить. Но самое главное их свести. Показать, что им здесь у вас производится. Если вы дадите перечень, в каких отраслях. И мы вам дадим свой перечень, в каких отраслях мы видим. В ближайшее время республику намерены посетить и представители бизнес-сообщества Узбекистана. Это еще один шаг на пути к развитию экономических связей. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.